В Екатеринбурге, в мультимедийном парке «Россия. Моя история», раскинувшемся за цирком, состоялось очередное заседание Академии Русской Мечты, которую придумал и официально презентовал общественности в Екатеринбурге 22 февраля сего года известный писатель Александр Проханов. Почему идеолог Академии Русской Мечты заявил о своем детище именно в Екатеринбурге? Ну, потому что эту идею поддержал свердловский губернатор Евгений Куевышев, о чем мы в феврале подробно рассказывали. Напомню, что по мнению идеолога Академии Русской Мечты, наш народ, наше государство сейчас остро нуждается в обретении смысла, некой русской мечты. На каждом этапе развития России у народа были свои чаяния, свои мечты, и наиболее думающие люди эпохи, те, которые умели писать, формулировали их в своих произведениях. Так вот на сегодня, по мнению писателя-мечтателя, нынешние интеллектуалы, да и не только, этакие академики Русской Мечты должны проанализировать все народные чаяния за прошлые века и на их основании сформулировать новую, современную русскую мечту. И вот в мультимедийном парке «Россия. Моя история» собрались екатеринбургские мечтатели. Люди, способные и, главное, желающие говорить о разумном, добром и даже вечном. Мы все-таки стараемся обсудить вечные вопросы, какие волнуют людей. Мы так и называемся Академия Русской Мечты. То есть вот, чтобы мы, эти вопросы волнуют всегда, и они не совсем зависят от текущей политической повестки. В парке «Россия. Моя история» состоялось второе заседание Академии Русской Мечты. Ну, сами понимаете, мечтатели – люди думающие, потому занятые и собираются нечасто. В роли основного докладчика выступил кандидат юридических наук, доцент Уральского федерального университета Олег Александров. Сегодняшняя тема наша будет посвящена интересным вопросам, связанным с тем, есть ли русская мечта в контексте мечты, скажем, граждан других стран. И вообще, что происходит на современном этапе, какая существует идея у государства и какие происходят процессы. Среди мечтателей, участвовавших в обсуждении этой вечной и, безусловно, важной в нашем многоконфессиональном и многонациональном государстве темы, широко раскрученных, мегаизвестных людей замечено не было. Ну так, как говорили мудрые, мир вращают самые тихие мысли. Самым узнаваемым мечтателем можно признать, пожалуй, вице-спикера Екатеринбургской городской думы Виктора Тестова, который в течение короткой властной пересменки даже временно исполнял обязанности градоначальника. Вы спросите, ну а что ты можешь конкретно сказать о заседании Академии русской мечты в мультимедийном парке «Россия. Моя история»? Да ничего. Ибо ну что можешь сказать собака о разговоре людей, тем более умных? Да так ли это важно? Люди обсуждали мечту, понятно, что до чего-то конкретного не договорились, да и не могли. Это работа на годы вперед. Да и то не факт, что наши современники сформулируют новую русскую мечту. В течение тысячелетий у русских была классная мечта, идеал, цель, называется «Иисус Христос», «Царство Небесное», «Любовь». Но всякие экуменизмы, либерализмы и ежесними постепенно подточили эту мечту. Но имеется в виду, что теперь она не столь массово, как в былые века, когда в Великий Пост жестко постились всей страной. А ведь в наши дни, когда конкретно пахнуло явными признаками конца этого мира, Иисус Христос прекрасен как никогда, хотя он как Бог, конечно же, не изменен. И эту мечту дал нам русским, ну в широком смысле русскому миру, не человек, а создатель реальности. Ну а теперь людям предлагают придумать что-то лучше. Ну в общем, имеющие уши да слышат, имеющие души да дышат.